Набраться терпения. На следующей неделе все расскажем. Будет очень интересно. И поверьте, будет очень интересно. Уже намеки почти, то есть на меня. Ну, это хорошо. Это еще будет интереснее. Но всем вам должен сказать, поаккуратнее с этими телефонами. Если вы что-то видите, вот как ты сказал, последние эти сливы, разговоры там, фамилии, правильно ты заметил, уже перечисляют фамилии, уже поближе к президенту. Почему это делают сейчас? А в воскресенье вбросили. Здесь стоп, до следующей недели. Все будет доложено вам в лучшем виде. Что произошло, как произошло, кто это организовывал и так далее. На ваше удивление будет, я говорю, интересно. И самое главное, что бы ты ни делал в жизни, даже если это абсолютно очевидно, подвергни это сомнению, продумай еще раз, проревизируй десятки раз, не будешь ошибаться. Подвергайте все сомнению. Не торопитесь никогда. И знайте, что нас сейчас терзают. Начались блицкрика, цветочки и прочая радикализация, забастовки, не пошли рабочие. А что делать? А как поддержать протестное настроение? А как дальше двигаться? Дворовые территории. Я недавно говорил, для кого-то это дворовые территории. Шуточки. А для нас весной это очаг гражданской войны. Это стрельба, это убийство людей. Что будем делать потом? И они не дураки. Это не наши эти вот телеграм-канальщики. Это не они. Впрочем, у нас работает мощнейшая спецслужба мира в Соединенных Штатах Америки. Они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно, я бы сказал. Но мы с россиянами, разведка наша и российская, поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. И они сейчас качают всю планету. Мы еще стоим. И это им, понимаете, поперек горла Беларуси. А как? Какая там страна? И они еще стоят. Надо смять. Не получится. Поехали.